Автобус и троллейбус не поделили дорогу. Во Владимире в 13.40 у Золотых Ворот столкнулись автобус 15 маршрута и троллейбус 5. В ДТП никто не пострадал. Пробки в центре города удалось избежать. Затор на дороге быстро ликвидировали. Отключат электричество. Из-за неотложных ремонтных работ жителям Веризина и Сновиц придется посидеть без света. ВУЭК информирует. Работы на электросетях будут вестись 6 и 9 декабря. Электроэнергию в эти дни отключат на 2 часа. С 4 до 6 часов утра. Без света останутся многоквартирные дома в жилых комплексах Веризина-2 и Сновицы по улице Новгородская и частные дома по улицам Полянка, Славянская, Славянская-Нагорная, Славянский проезд, Аполевская, Фололеевская, Еланская, Еланский проезд, Горецкая и Аграрная. Владимир по итогам 2017 года стал лучшим среди городских округов. Победители среди муниципалитетов выявили по результатам докладов руководителей администрации районов за отчетный 2017 год и в соответствии с планами за три года. Теперь Владимир получит грант в размере 2 миллионов рублей из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин. Среди муниципальных районов региона на первом месте оказался Гороховецкий район, на втором – Судогодский, на третьем – Камешковский район. Анастасия Авдеева завоевала три медали на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России». Они проходили в Саранске с 28 ноября по 2 декабря. В соревнованиях приняло участие более 720 пловцов из 65 регионов России. В копилке у ковровской пловчихи две золотые и одна бронзовая медаль. Анастасия стала первой на дистанциях 100 и 200 метров на спине, обойдя конкуренток из Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области. На дистанции 50 метров у ковровчанки третье место. До серебряной медали Анастасии не хватило 0,08 секунды.